Почему на мне все худи выглядят как толстые? Потому что у тебя кость широкая. Друзья, всем привет, я зовут Макс. Посмотрим сегодняшнюю подборку мемов. Что нам преподнёс интернет-то сегодня? Батя, который полдня помогал мне сделать домашку, я понимаю, что там ничего неправильно. Да, забавно. Восьмилетний я как-то скопировал ярлыки игр у своего друга и попытался запустить их у себя на компе. Просто взял, вставил флешку, скопировал ярлыки и такой, чё-то... Ну ладно. Я когда был мелкий, по-моему, я... Чё-то такое у меня было. Не, не совсем мелкий. А, ладно. Единственные нормативы, которые я точно сдам. Медленный бег. Ору в движении на месте. Не, ну я тоже могу орать, в принципе, в движении на месте. На пятёрку прям могу сдать. Если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь. Ну вам же ничего не мешает говорить эту фразу, которую все говорят. Тот момент, когда нашёл, что надо было ответить родителям 20 лет назад. Блин, если бы я знал, что так можно было бы ответить, я бы ответил. Так, подождите. Записываем. Записываем. Так, да, ладно, дальше. Когда мама говорила тебе перестать корчить рожи или лицо таким и останется, ты ей не верил. Да ладно, нормальная рожа, по-моему, декапля. Я захожу в игру, чтобы расслабиться после трудного рабочего дня. Спустя 30 минут игры. Злобные вопли. Куда ты бежишь? Иди отхилися, ты без хп. Ну всё такое. Я поправилась. Только давай честно. Ладно. Но прежде чем я что-то тебе скажу, пообещай мне, что ты не будешь злиться. Окей? Хорошо. Я случайно разбил твои духи. Мужчина попытался избежать смерти с помощью хитроумного плана. Но план не сработал, и мужчина всё равно был убит. Сколько Каневскому лет уже? Мне кажется, мы уже за 80, да? Начальник. Можешь украсить своё рабочее место так, как тебе нравится. Я. Окей. Ох, милота какая. Так, давайте лайков-лайков накидаем милоте. Спасибо. В Москве обнаружили бомбоубежище с джакузи-бильярдом. Я построю свой бомбоубеж... Это бомбоубежище Филиппа Киркорова. Если он, конечно, не свинтил куда-то. Хотя, вроде нет. Просто на улице холодно. Мамкин гонщик. Съёжился от холода. Спойлер. Блин, чё у меня нос так чешется? Капец, бесит, когда чешешь палец со всех сторон. Но он продолжает чесаться в четырёхмерном измерении, до которого никак не может дотянуться. Скажите спасибо, что у нас не чешутся внутренние органы. Вот. Потому что это было бы... Я не знаю, как чесать печень. Красивая грудь делает женщину привлекательнее. Как известно, самое главное в женщине вовсе не грудь, а глаза. Поверьте, без глаз женщина выглядит гораздо хуже. Блин, женщина без глаз... Да, это было бы не очень прикольно. Хотя главное, чтобы у неё был богатый внутренний мир... Ну и глаза тоже не повредят. Принял решение сегодня закончить мой марафон «Месяц без алкоголя», который я начал вчера. Книжка моя новая вышла. Инверсия жизни называется. Немножко постапокалипсис. Немножко фантастика. Немножко хоррор. По ссылке в описании. Начитай город на лабиринт и на лид-маркет, где все мои книжки. Всё. Конец рекламы. Повзрослел. Это когда вместо «твою мать» говоришь «пуп-пуп-пуп-пум». Ну да. О чём материться? Ну как бы... Ну... Да. Пум-пум-пум-пум-пум. Когда я посмотрел на свою монетизацию давно ещё, когда весной такой... Пум-пум-пум-пум-пум. Ненависть к своему голосу. Все блогеры такие. Пум-пум-пум-пум. Ненависть к своему голосу на записи заложена в нас эволюционно. Это наше природное умение. Распознавать своего клоуна. Клона-киборга. И убить его. Я когда первый раз услышал свой голос на записи, я не поверил. Мне даже грустно стало. Что за хрень? У меня вроде такой... В моём представлении прекрасный голос. А я потом такой слушаю свой... Бя-бя-бя-бя-бя-бя-бя. И такой... Урод. У меня всё идёт по плану. Точно? Да. Просто по хреновому плану. Ну, с этой точки зрения, да, можно так всё время говорить. Посмотри этот сериал. Хорошо. А ты посмотри этот сериал. Хорошо. Посмотрел сериал? Нет. А ты посмотрел сериал? Нет. Хорошо. Хорошо. Знакомая ситуация, да? Посоветовали друг другу фильмы. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что мы в душе мертвы. Троллейбус едет в ад. Давайте нам жизнерадостных мемов накидайте. Вот, котик, у меня сейчас что-то хорошее будет. В фильме происходит что-то романтическое. Моя девушка. Такая смотрит на тебя. А вот ты не такой, как он. Ну, или что-то в этом духе. Мама. Каково это иметь лучшую дочь во всём мире? Не знаю, милая. Тебе лучше спросить бабушку. Нам биологичка рассказывала. Еду я как-то в поезде и встречаю своего бывшего ученика. Тот с женой и дочкой, в которых души не чает. Смотрю, у него и жены глаза серые, а у дочки карие. И думаю про себя. Как же повезло твоей жене, Саша, что ты так и не научился решать задачки по генетике. Типа она им изменила с кем-то, у кого карие глаза? Чё-то как-то мне кажется, это не так работает. Мда. Чё-то в комментариях. Я почитаю. Волчок. Когда я ложусь на краю. Выезжаю. Ой. Ты куда? Нужно идти. Кто-то прилёг на краю. Галя, пробей возврат. Ой, сложный мем. Возврат, типа, вернуть человека к жизни. Не, не сложный мем, ну, ладно, нормальный мем. Очередь в поликлинике. Открывается дверь кабинета. Врач на весь коридор радостно сообщает. Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем права приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сиферосом. Зайдите. Ай, ладно. Замечательно. Обожаю группу System of a Down. Хотя бы, я, кстати, тоже люблю их. Ну, сейчас мне больше нравится сольное творчество Ташкяна. Вокариста. Ну, короче, ладно. В школе слушал System of a Down. 50% их песен. О, Господь, за что ты покинул нас? Где моя душа? Кто я среди этих равнодушных лиц? Я стремлюсь к свету. Вокруг тьма. Бла-бла-бла. Другие 50%. Да. На Федота можно перевести что-то, кроме икоты. Тревожность. На кого можно перевести тревожность? Как-то я видел прикол. Сейчас, сейчас. Тревожность, тревожность. Перейди. Что же? На кого же перейди-то? Господи. А, не помню. Ладно. Напишите в комментариях. Вот, точно. Напишите в комментариях. А, белка нашла своё счастье. Интересно. Как это так? Ведь не при фотошопке нажрует, да? Забавно. Может, она мёртвая? Отчасти умерла. У меня один сосед лечился абсентом от ковида. Коньяком от давления. Водочку с перцем от простуды. Пиво от камней в почках. От него даже жена ушла, потому что он слишком зациклен на своём здоровье. Главное лечение – это профилактика. Какая-то пропаганда. Бухла. Ладно. Вся моя жизнь – это история о том, как разного рода обстоятельства мешают мне играть в компьютер. Я завидую себе тому прошлому, которому, вот мне, которому в прошлом было очень интересно играть в компьютер. Блин, сейчас мне, чтобы порадоваться жизни, надо, чтобы меня экранизировали наконец-то. Я этим занимаюсь давно уже. Всеми этими сценариями, заявками, сообщением с киноделами. Я в этом направлении сейчас двигаюсь, и вот я прям буду счастлив. А раньше мне достаточно было просто прикольную игру на компьютере найти, и я счастлив. Ну, что такое? Ладно. Везёт тем, кто вот вбухнул, и всё. И ничего в жизни больше не нужно. А вот мы что-то вот ходим, что-то паримся, думаем, как нам что-то сделать. А, ладно. Тебе выпивка дороже, чем я. Дешевле. Опасное дело. Когда сломал спагетти, чтобы они влезли в кастрюлю. Звонок из Италии. О, мы с вами узнали код Италии телефона. И 39. Ну да, спагетти, они делаются для того, чтобы их можно было накрутить, там, всосать, их ломают, из них делают короткие. Ну, это типа нелогично. Ну, купися сразу короткие макароны. Зачем тебе спагетти было покупать? Ммм, горячая фотка. Сможешь меня раздеть словами? У тебя паук в лифчике. А-а-а-а. А почему он трусы снял, а если у него паук в лифчике? Ну, по инерции, я понял. По привычке. Блин, я только что узнала, что птица киви размером с курицу. Я думала, что это крошечное существо на двух лапках размером с лимон. Да, я тоже так думал. Ну, хорошо, большая птица киви. Вот она, кстати. Когда тебе позвонил кто-то в 2019-м? Да, алё. Когда тебе позвонил кто-то в 2022-м? Ща узнаем, что за мразь. Кто-нибудь из вас когда-нибудь скидывал или не брал трубку, потом гуглил? Типа, кто это мне звонил? Вдруг из банка. Вдруг. Вдруг это как его? Там, не знаю, из полиции или что-нибудь ещё. У меня тут недавно повестка в суд пришла. Прикиньте, на госуслуги. Я такой, не понял, в смысле повестка в суд. Оказалось, будет суд какой-то, не знаю, через пару недель по какому-то административному нарушению. Я понятия не имею, что я сделал. И я, скорее всего, тут не пойду. Но потом придут на госуслуги результаты. Посмотрим, что я мог натворить. Честно, я даже не представляю, что за что там может быть штраф. Хотя, хрен его знает. Ладно, сообщу. Это типа воронья сделка. Вот товар, где деньги. Надо было подписи сделать. Такой мем, по-моему, был с вами у нас уже. Друзья, не забудьте. Новая книжка «Аниверсия жизни» по ссылке в описании. Ставьте лайки, делайте репосты. Если вам нравятся обзоры мемов, я сейчас буду стараться делать их каждый день. И брать мемы из разных групп ВК. Ну, скорее всего, больше всего ВК я беру, да. Именно актуальны сегодня. То есть, что сегодня выходит в группах, то я и буду с вами смотреть, сидеть. Вот, спасибо за просмотр. Читайте книжки, смотрите мемасы. Всем покеда!